Небо над нами, Парадной мой, Родина эта, то, что с тобой. Торжественная встреча парадного батальона курсантов Рязанского десантного училища традиционно состоялась на площади Победы. В составе пешей колонны бойцы прошли маршем, исполняя песни и демонстрируя отличную строевую выучку и слаженность батальона. Увидеть десантников, которые утром 9 мая приняли участие в московском параде, посвященном 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, собрались рязанцы и гости города. Невзирая на дождь и промозглую погоду, как зрители, так и сами курсанты почтили память погибших воинов, защищавших просторы нашей страны и давших веру в светлое будущее. В рамках встречи батальона курсантов, прошедших по Красной площади, состоялась торжественная церемония передачи Знамени Победы молодому поколению. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Кузнецов передал Знамя Победы курсантам Рязанского десантного училища, Академии права управления, а также представителям Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», клубов исторической реконструкции. Участие в патриотическом мероприятии приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации города Елена Сорокина, временно исполняющий должность начальника Рязанского училища ВДВ Руслан Евкодимов, а также руководители силовых ведомств региона. Перед собравшимися выступил ансамбль «Крылатая пехота» и другие исполнители. В этот день здесь звучали песни военных лет, передавая атмосферу тяжелой борьбы за свободу. А после Всероссийской минуты молчания для тех, у кого наступали слезы, пришло облегчение. Зазвучала знаменитая песня «День Победы», ознаменовавшая развязку жестокой войны. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».